На сегодняшний день существует более 50 видов сварки, и пока вы смотрите это видео, наверняка изобретут еще один. Что ж, разберемся с самыми популярными видами сварки, с которыми вы встречаетесь каждый день и от которых зависит выбор сварочного аппарата. В строительстве, ремонте, авторемонте самые распространенные способы сварки это ручная электродуговая сварка, сварка в среде защитного газа, аргонодуговая сварка и контактная сварка. В чем отличие и какой вид сварки нужен именно вам? Самый простой и доступный способ, с которого у большинства начинается знакомство со сваркой, это ручная электродуговая сварка. Ручная дуговая сварка производится штучными электродами, которые постепенно плавятся и оставляют за собой скрепляющий шов. Между поверхностью металла и электродом возникает дуга, которая выдерживает расстояние около 3 мм. Сварочная дуга оплавляет кромки свариваемых деталей и расплавляя металлический стержень электрода и его покрытие. При остывании, кристаллизации расплавленного металла образуется сварной шов. Несомненные плюсы этого метода. Простота и доступность процесса сварки, легкий старт для новичка. Базовые аппараты, инверторы, стоят недорого, а хороший производитель оснащает их функциями, облегчающими процесс сварки. Минимальный стартовый набор. Кроме инвертора нужны только электроды, ну и средства защиты, конечно. Сварка в любых положениях. Размеры инвертора позволяют работать с ним даже в труднодоступных местах и на высоте. Также с этой сваркой есть возможность сделать швы даже стоя на голове, теоретически. Главное подобрать нужный электрод. На нашем канале есть видео на эти темы. А также возможна работа практически при любых погодных условиях. Хотите варить в жару или наоборот в мороз? Пожалуйста. Но, конечно, тут не обойдется без ограничений этого вида сварки. Первый. Ограничение по видам и толщинам свариваемых металлов. ММА-сварка идеально работает со всеми видами стали толщиной от 2 до 10 миллиметров. Но, если нужно варить алюминий, цвет мет, очень тонкие или очень толстые металлы, то здесь такая сварка, увы, не сработает. Второй. Ограниченная производительность. По сравнению с полуавтоматической сваркой, производительность сварки ММА не так высока. Третий. Необходимость удаления шлака с деталей. Здесь это неизбежно. Шлак, окаленный, вот это все. Каждый раз нужно обязательно очищать заготовок. Важно понять специфику использования. Если сварка не будет постоянным рабочим процессом, то производительность вообще не важна. А для большинства ремонтных и строительных работ инвертор – идеальное решение. Достоинства же этого метода очевидны. Мобильность, экономичность и простота в использовании за счет функций современных инверторов. Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов. МИК-МАК. Высокопроизводительный и, пожалуй, самый быстро развивающийся вид сварки. На сегодняшний день нет ни одной отрасли промышленности, где бы этот вид сварки не использовался. Аппараты МИК-МАК сварки незаменимы в слесарных мастерских или при ремонте автомобилей. По своим возможностям полуавтоматов существует множество. От простых в управлении надежных аппаратов, которые могут решать оперативные задачи в быту или на строительной площадке, до высокотехнологичных аппаратов с синергетическим управлением и мощных трехфазных полуавтоматов для поточного производства. Основной задачей при создании этого вида сварки была идея бесконечного электрода. Поэтому в этом качестве здесь выступает тонкая проволока, которая через сварочную горелку автоматически подается в зону образования сварочного шва. Проволока небольшого диаметра от 0,8 до 3 мм позволяет получить чистое, надежное, эстетичное соединение в несколько миллиметров. Плавление проволоки происходит от тепла дуги. Сама зона сварки, сварочная ванна, электроды зоны дуги защищены потоком защитного газа. Принципиально МИК от МАК отличается типом защитного газа, который необходим для изоляции от окружающей среды с ее высоким содержанием кислорода в воздухе. МИК. Сварка использует инертный газ, который сам не вступает ни в какие химические реакции, но благодаря сравнительно большому весу стремится вниз, вытесняя воздух. МИГом варят алюминий, титан, медь, никель и их всевозможные сплавы. МАК. Сварка – это взаимодействие между естественной и создаваемой средой, сопровождается связыванием кислорода. Здесь используется азот, углекислый газ и тому подобное. МАГом варят низколегированные, нелегированные и коррозийно-прочные стали. Итак, отметим несомненные достоинства этого вида сварки. Высокая производительность. Здесь мы не тратим время на смену электрода и можем работать с более высокими токами. Качественный, чистый, прочный шов. За счет высокой степени защиты зоны сварки обеспечивается высокое качество соединения. Мы экономим время на зачистке и обработке поверхности металла. Удобство эксплуатации. МИГМАК дает возможность работы в любом положении и позволяет визуально отслеживать процесс сварки, формировать шов и, если нужно, править его. Теперь о недостатках. Сложности с мобильностью. Газовые баллоны и катушка со сварочной проволокой весят значительно больше упаковки электродов. По сравнению с ММА выполнять сварку в труднодоступных местах сложнее. Сварочная горелка гораздо объемнее держателя с электродом. Более серьезный стартовый комплект. Для этой сварки понадобится горелка, катушка с проволокой, газовые баллоны, редукторы и шланги. Ну и, конечно, стоимость аппарата. Это уже серьезное вложение денег и оно должно быть обусловлено реальной необходимостью. Как минимум, это частое использования, требования к качеству шва, толщине и виду металла. ТИК-сварка или аргонно-дуговая сварка получает все больше распространения благодаря исключительному качеству сварных соединений. Этот метод уже требует опыта и подготовки. В отличие от МИК-МАК, где электрод — это подвижная проволока, в сварке ТИК используется тугоплавкий электрод из вольфрама с высокой температурой плавления. Сварка также происходит в среде защитного газа — аргона, чтобы область сварки не окислялась на открытом воздухе. Если расстояние между деталями, которые варим, небольшое, то шов формируется за счет расплавления кромок. Если между деталями есть зазор, то в сварочную зону подается специальный присадочный материал — пруток из того же металла, что и детали. Пожалуй, два самых главных преимущества ТИК-сварки — возможность сваривать практически любые виды металлов малых толщин и ювелирное качество шва. Современные аппараты аргонно-дуговой сварки позволяют работать в широких диапазонах сварочного тока и очень точно регулировать параметры тока. Функция улучшенного поджига обеспечивает быстрый старт и простоту процесса. Однако придется кое с чем смириться. Невысокая по сравнению с другими методами скорость сварки. Ручная подача сварочного прутка. Необходимость работать в закрытых помещениях, чтобы исключить перерасход газа. Особо тщательная подготовка деталей при этом виде сварки. Ну и, конечно, стартовый комплект тоже немал. Сам аппарат, шланги подачи газа от баллонов, сами газовые баллоны с редукторами и манометрами, горелка и тугоплавкие вольфрамовые электроды. Присадочная проволока по составу близкая к рабочему материалу. При этом надо понимать, что, во-первых, это единственный вид сварки, позволяющий работать стенкостенным материалом, алюминием, нержавейкой, цветными металлами и сплавами. Поэтому выбор его должен быть изначально обусловлен большой необходимостью. Ну а, во-вторых, это красиво. Аппараты ТИК-сварки могут варить как на постоянном, так и на переменном токе. На постоянном токе свариваются следующие материалы — сталь, нержавейка, медь, титан. На переменном токе варят алюминий и его сплавы. Аргонодуговые аппараты могут оснащаться функцией импульсной сварки. Может быть, как на переменном, так и на постоянном токе. Она актуальна, когда требуется контролировать тепловложение. Особенно это важно для работы с алюминием и его сплавами. Подводя итоги. Если вы только учитесь варить и работать с аппаратом, и, конечно, неполный рабочий день. Если предстоит сварка в необычном месте, аппарат должен быть мобильным и простым в использовании. Если металлы, с которыми предстоит работать, это стали, углеродистые, низколегированные, высоколегированные, неважно. То ваш выбор — инвертор ручной дуговой сварки, ММА-инвертор. В зависимости от задач можно подобрать компактный и несложный аппарат или прокачанный мощный инвертор. Если работать планируете часто и продолжительно, и мобильность аппарата не так важна. Если к качеству шва предъявляются высокие требования. Если металлы, с которыми предстоит работать, это сталь, нержавеющая сталь, алюминий, то лучше брать сварочный полуавтомат. Здесь выбор большой, и в зависимости от функционала и мощности можно подобрать как вполне бюджетный аппарат для периодической работы, так и промышленную модель для широкого круга задач. Если главное — не скорость работы, а ювелирное качество шва. Если большая часть работы — сварка алюминия и сплавов цветных металлов, то однозначно надо выбирать аппараты, которые варят методом ТИК. Конечно, без профессиональных знаний здесь уже не обойтись. Впрочем, как говорят нам статусы ВКонтакте, учиться никогда не поздно. Надеемся, было полезно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы до сих пор не подписаны на наш канал, так сделайте это. И не забудьте про колокольчик. Каждую неделю мы выкладываем здесь полезные материалы. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok